В 13-м туре Сагас чемпионата России Урал на своем поле принимал Краснодарскую Кубань. К сожалению, из-за морозной погоды эта игра собрала на трибунах центрального стадиона всего 3000 болельщиков. Самые преданные и закаленные поклонники Урала стали свидетелями не самой лучшей игры в исполнении своих любимцев. Екатеринбуржцы, в составе которых не было Смолова, Гогниева и Ерохина, атаковали нечасто и в основном оборонялись. Первый опасный момент у ворот Николая Заболотного возник после атаки по центру. Бывший игрок Урала Владислав Кулик вывел точным пасом на рандеву с голкипером нападающего Кубани Данило. И если бы не своевременный подкат Александра Новикова, точно быть беде. Новиков, кстати, в этой встрече заменил еще одного железного футболиста основы Солви Оттасона, который из-за проблем со спиной вынужден был пропустить этот матч. А на 30-й минуте гости все же вышли вперед. Навес с правого фланга в штурфную Урала обернулся назначением пенальти ворота нашей команды. Александр Ставпец, забирая мяч у Игнатьева, невольно подыграл себе рукой. И если в момент самого эпизода роковое касание многие не заметили, то на повторе игра рукой показана достаточно красноречиво. К точке подошел Данила, тот самый, кому помешали забить в начале игры. Удар с 11-метровой отметки он, естественно, наносил уже без помех. Николай Заболотный угадал направление полета мяча. Запусти Данила снаряд чуть ниже, наш вратарь с этим ударом бы справился. Но в этом эпизоде Фортуна была на стороне нападающего. А вот в следующем моменте, который произошел сразу после пропущенного Уралом мяча, повезло уже обороняющейся команде. Хозин разогнал атаку по правому флангу, отдал вперед на Манучаряна, который в касании отличным пасом бросил в прорыв Ставпеца. Александр вошел в штрафную и отдал налево набежавшего параллельным курсом Константина Ярошенко. Шантау подтолкнул нашего полузащитника в спину, а Соснин выбил мяч из пустых ворот. Радость защитника Кубани здесь связана, наверное, не только с незабитым голом, но и с тем, что судья не отважился назначить ворота его команды пенальти. Впрочем, сравнять счет хозяева могли и сразу после перерыва. Манучарян прошел по правому флангу и отпасывал мяч к радиусу штрафной площади. Лунгу не сумел как следует обработать эту передачу, но это оказалось даже к лучшему, так как снаряд отлетел точно к Герсону Осиведа. Полузащитник Урала пробил в касании, но, увы, мимо. Хорошую возможность удвоить преимущество Кубани упустил Секу Алиса, который сыграл в стеночку с Бальде, вышел с острого угла к воротам Николая Заболотного, но пробил не точно, заставив негодовать и партнеров по команде, и главного тренера. Чуть позже Алиса выступил уже в роли распасовщика, отдав передачу в штрафную на Данила, который переадресовал мяч Бальде. Нападающий Кубани, на спине у которого красуется имя Ибра, сыграл совсем не так, как тот Ибра, что играет за пассажей и чуть больше известен в мировом футболе. Благодаря неуклюжему удару с правой, интрига в матче не умерла сразу после этого эпизода. А в следующем моменте уже Хозин помешал краснодарцам забить хотя бы один гол с игры. На стороны Данила прострелил на линию вратарской, где к этой передаче на всех парах мчался Игнатьев. Подоспевший защитник Урала сыграл беспощадно, и что самое главное, в рамках правил. Хозяева поля, конечно, попытались устроить подобие навала на ворота Кубани, но ничего опасного по большому счету создать так и не смогли. Краснодарцы увозят из Екатеринбурга три очка, а Уралу теперь остается ждать 22 ноября, когда будет ближайшая возможность, чтобы реабилитироваться. Субтитры сделал DimaTorzok